дорогие друзья это взрыв взрыв просто костер какой то не знаю это что за чудо как вы думаете это гортензия под названием граффити этот сорт вывел селекционер гуйдару вит посмотрите какие лепестки посмотрите какое огромное соцветие если кто не знает селекционеру гуйдару вит напоминаю такие сорта как литл фреско геркулес мохито граффити skyfall фрэнни кандибели маршмеллоу кандибели бабл гам кандибели сорбет литл спуки это все его творение и вот это чудо это граффити один из самых интересных сортов которые стоит посадить на своем участке конечно мы многие знаем такой сорт под названием пастель green гортензия хамелеон от селекционера жанра но эрика рано но там соцветия комбинированные то есть фертильные стерильные мы знаем сорт металлика новинку за который сейчас гоняется практически уже по всему миру знаем сорт граффити но не все еще себе посадили и мало кто может увидеть его вживую потому что вы знаете смотря на этот сорт на фотографиях вы никогда не увидите этой красоты поверьте мне это надо видеть саду потому что вот это граффити это залив цветков вы посмотрите какое граффити может быть вашем саду вот здесь вот просто болотно-зеленый цвет с таким знаете серебристым даже каким-то эффектом как у металлики но посмотрите не чудо ли это в саду я считаю что это настоящее чудо чудо из чудес это сорт под названием граффити и давайте я вам покажу название вот он новинка двадцать первого года высота куста среднем где-то 1 и 5 метра примерно такой же в диаметре сами цветки могут достигать невероятного размера высоту примерно до 40 сантиметров верхушка немножко такая приплюснутая имеет шаровидную форму но соцветия вытянутая потому что это гортензия метельчатая хотя некоторые сорта могут проявлять шаровидную форму но здесь посмотрите как интересно окрашивается сорт граффити каждая ветка каждое соцветие она уникально по-своему то есть зависимости от того как попадает солнце как попадает свет опять же контрастной температуры делают свое дело вот и давайте посмотрим все ветки разберем посмотрите какой контраст цветка он как пылающая такой перламутрово красный оттенок не знаю я очень кайфую от этого сорта правда кайфую здесь можно обратить внимание что цветки раскрывается вот таким вот молочно белым цветом с легким оттенком лайма и потом все это заплывается розовыми красными и всевозможными разными палитрами и каких только цветов не увидишь у этого сорта сорт граффити действительно превозошел мои ожидания и я считаю что сорт уникален в своих свойствах стоит его посадить стоит его иметь своем саду конечно мы все любим самарскую лидию за ее вот эти контрастные акценты цветков вот но вы посмотрите как смотрится граффити я считаю что сорт действительно уникален и стоит его приобрести для своего сада стоит поверьте мне если у вас его нету тогда вам к нам у нас этот сорт продается в контейнере 7 литров также контейнеры по 9 по 12 можно будет заказать на весну 24 года вот если кто боится сажать сейчас в этом сезоне хотя боятся не стоит сажать можно до конца октября вы можете посадить себе это чудо уже сейчас не ждать следующего года посмотрите какая интересная палитра а у здесь как будто веснушками обсыпан из каждая ветка она уникальна то есть по своему необычный лист такой смотрите какого размера лист вот моя ладонь и вот он размер листа вот такой зеленый лист абсолютно здоровый никаких болячек нету вот мне часто спрашивают а почему нет болезни на гортензии у вас почему нет пятен характерных вот примеру самарской риде да посмотрите видите все листья абсолютно здоровые зеленого окраса потому что у меня все обсыпано корой лиственницей а лиственница является природным антисептиком для растений плюс сохраняет влагу так все-таки гортензии от гидрангия соцсот с водой вот и если вы обсыпаете корой лиственницей один раз сезон вот я здесь мульчу поднял уже примерно где-то до 10 сантиметров меня подушка вот в этом году были возвратные морозы в конце мая до минус 10 доходили вот у нас очень сильно пострадали многие гортензия но практически очень многие пострадали сильно и хочу сказать достаточно быстро восстановились кусты стали жирные большие мощные вот такие жирные побеги вот но для того чтобы получать такие шикарные цветы есть два основных правила то есть осенью мы отрезаем сами соцветия чтобы не разломала куст а весной уже укорачиваем вот эти ветки откуда они росли то есть вот изнутри куста вот здесь смотрим вот отсюда отсчитываем два пазуха листа 23 можно и вот так то обрезаете можно покороче чем короче обрезаете тем крупнее соцветия формируется но при этом мы получаем более позднее цветение хотя граффити зацвела в этом сезоне в середине июля вот думаю что если вы будете обрезку делать немножко чуть выше примерно на 3-4 почки она может может зацвести начале июля то есть мы на две недели немножко опередим время цветения и контраст цветков можно получить но наверное более богатый хотя с другой стороны немножко хорошо когда мы оттягиваем цветение за счет этого мы получаем очень интересные контрасты в осенний период потому что часто когда говорят каким образом гортензия проявляет в окраске цветков но я думаю что все таки это именно не только за счет попадания света а все-таки за счет контраста температуры то есть когда мы наблюдаем с такими температурами когда допустим ночью там плюс 2 плюс 3 градуса днем ну примерно градусов 15 там да даже 20 как вот сегодня и за счет такого контраста температур происходит вот именно вот эта окраска заливка вот этим красным оттенком здесь кстати можно обратить внимание что даже здесь вот видите соцветия выдала еще одно продолжение цветения то есть мы мы увидим цветение более светлых цветков то есть вот которые будут молочные белые раскрываться вот но в принципе это уникально что хочется сказать еще по посадке гортензии если вы хотите посадить гортензию открытый грунт выбираете место солнце полутень гортензия предпочитает расти на освещенном месте солнце должно быть минимум четыре часа в день внутри четыре часа хотя бы но лучше больше вот большинство конечно сажают даже на солнце на ярком и без проблем она себя прекрасно чувствует главное это мульчировать приствольный круг максимально больше если застилаете геотекстиль мы обязательно делайте приствольный круг как можно шире то есть до 80 сантиметров вы не кладете геотекстиля для того чтобы корневая система дышала это очень важно то что кислород должен корням поступать иначе это как знаете люди то есть если не будут не будет поступать кислород растение будет себя чувствовать некомфортно и в этом случае реакция цветения может быть разная для того чтобы получать красивые цветы вот эти шикарные огромные шапки для этого нам нужно обязательно ее должным образом еще и ухаживать за ней то есть плане полива в этом сезоне мы практически не поливали то есть полив у нас был в августе капельный один раз мы включали было очень жарко ну просто реально смотрели что листья начали увядать вот и только тогда включили капельный полив а так принципе мы особо не плеваем чем кормить кормить мы кормим удобрением база код пролонгированы либо осмо код экзакт три-четыре месяца база код три-четыре месяца от германии компания компа осмо код это осмо код нидерланды тоже используем три-четыре месяца вот для нашего региона этого достаточно если 5-6 месяцев тоже прошку лик за то это наверное больше для регионов таких где лето более продолжительным для примеру там самара тольятти ульяновск примеру те регионы что касается осенних подкормок я принципе никогда их не вношу но если хотите то пожалуйста есть монофосфат калий монокалий фосфата либо органик микс удобрение осенние также есть эликсир осенний вот есть яра кристаллон осенние браун вот водорастворимое с микроэлементами также есть кстати удобрение органик микс весенние с кислоном который тоже можно носить под гортензии гортензия любит кислую почву слабо кислую но в принципе верховой торф и необходимости вложить нету поэтому главное чтобы земля была воздуховлагопроницаемая вот важный аспект ни в коем случае не рыхлите поверхность на корневую систему то что корневая система находится практически на самой поверхности вот и никакого перегноя навоза в гортензию не ложите это вам не гортензия крупнолистная то есть она предпочитает все-таки слабо кислой почвы поэтому ни в коем случае органику мы не вносим ну порошковый серу мы не вносим но если есть необходимость там лимонной кислотой и щали кислотой там коллоидной серу порошковую серу внести то пожалуйста но есть биологические закислители это кислот компании organic mix которого можете элементарно заказать на тех же ритейлерских магазинах в алдере сазон и так далее ну и конечно же у нас потому что мы являемся официальным дилером компании organic mix и у нас цены принципе такие же как у них на сайте вот что касается organic mix носится весной осенью осенние эликсир и кислот также у них есть потрясающие препараты такие как биокорень аминрост и биотонус то есть биокорень для укоренения растения хорошо используя когда вы сажаете вот значит аминорост это когда растение уже посажено и хочется дать ему толчок развития и биокорен аминрост и биотонус на биотонус это когда мы сажаем растение можем в нем замочить корневую систему и таким образом растение более менее адаптируется к вашим условиям намного быстрее ну и принципе будет хорошо расти развиваться ну как бы вот так вот ну самое главное еще запомните что ни в коем случае вы не вносите залу и известь потому что зала извести для гортензии это по сути яд то есть доломитовая мука это то что раскисляет грунт поэтому мы залу известь доломитовую муку вносим только под розы клематиса пионы но не под гортензии поэтому не вздумайте внести скажите вашим бабушкам вашим знакомым кому вы дарите гортензии ни в коем случае этого делать нельзя вот по поводу удобрения смокод либо база код принципе можно также у нас приобрести мы продаем также отправляем что касается каталога гортензии от питомника лескова татьяна васильевна смирновый второе здание у нас тоже в продаже есть тоже можно заказать но единственный момент мы не отправляем каталог отдельно то есть допустим если вы хотите купить чисто каталог гортензии второе здание от лескового одно то есть без самого растения допустим без гортензии то мы не отправляем то есть мы вас сразу направим на сайт питомника лескова где вы можете заказать себе каталоги все их не любые любые какие вам понравятся либо можете зайти на валбери сазон и заказать там вот в принципе наверное все что хотел я все сказал и хочется сказать что сорт граффити ну чудо чудо из чудес который стоит посадить я вот сижу здесь кайфую наслаждаюсь вот смотрю за вот этой красоткой и понимаю ну что же за чудо ты что что за творение такое что что же ты за милость такая моя любимая вот хочу целовать ее и обнимать потому что мне так она нравится так она мне нравится но красотка моя прям обожаю вот так что заказывайте у нас это чудо это потрясающую красоту этот сорт под названием граффити с вами был питомник-гортензия . до новых встреч андрей малышев